С главными событиями к этому часу в студии Ирина Цепетова. В Наринмаре устранили серьезную коммунальную аварию. Напомню, вчера днем в районе роддома на магистральном водопроводе произошел прорыв. В результате ЧП без воды остались более 4 тысяч жителей города. Работа по устранению аварии велась более 10 часов. На месте ЧП ночью работала бригада ремонтников и 10 единиц техники. Глава региона Игорь Кошин поблагодарил работников коммунальной сферы, которые приняли участие в работах и, несмотря на 20-градусный мороз, вернули нормальное водоснабжение в дома Наринмарцев. Работы в районе аварии продолжаются, но не только коммунальные. Во время раскопок был поврежден оптоволоконный кабель. Он обеспечивает доступ к скоростному интернету, качественной связи и цифровому телевидению в районе Вилледжа. Бригада ненецкой компании электросвязи работает на месте по восстановлению оборванной линии передач. По словам Владислава Пескова, чтобы отремонтировать кабель специалистам НКС, нужно будет выполнить большой объем работы, в частности, произвести около 250 операций по сварке каждого волокна. Утро четверга для пожарных началось со срочного вызова. В 5 утра на телефон 112 поступило сообщение о пожаре в оздоровительном центре «Сова» по улице Рабочая. На месте возгорания выехали сотрудники пожарной части МЧС России по Ненецкому округу и Федеральной противопожарной службы по Ненецкому округу. Это уже не первый пожар в оздоровительном центре «Сова», но на этот раз более серьезный. Здание охватило огнем почти полностью, несмотря на оперативную работу спасателей. Было открытое уже горение. На первом и втором этаже вызвал сторож. Мы подали сразу же два ствола, установили автомобиль на водоем, провели сбор личного состава. На пожаре участвовало у нас шесть единиц техники, спасатели. Работу усложнялись тем, что здание было обшито сайдингом, который затрудняет доступ воды к огню. Поэтому много сил и времени ушло на вскрытие обшивки. Пожар в здании тушили с пяти часов утра, и только к половине одиннадцатого его удалось потушить. Сейчас мы можем видеть, как спасатели делают вскрытие, так как в здании и в стенах имеются пустоты и делают контрольную проливку. По сообщениям спасателей, никто при пожаре не пострадал. Предварительная причина возгорания – перегрев электрической печки, которая отапливала здание. Точной причиной установит инспекция пожарного надзора, которая начнет работу на месте происшествия в ближайшее время. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 154 обращения по итогам прошлого года поступило в адресу уполномоченного по правам ребёнка в Неницком округе. Лидерами стали вопросы права на образование, социальное обеспечение и семейное право. Эти данные озвучила детский омбудсмен Римма Галушина в ходе рабочей встречи с главой региона Игорем Кошиным. Докладывая о деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Неницком округе, Римма Галушина говорит не о достижениях во главе угла проблемы, ведь дети должны устрадать меньше всего. 154 обращения за год – цифра внушительная. Приходилось отрабатывать жалобы, которые касались права на образование детей-сирот и разрешать конфликтные ситуации в образовательных учреждениях. Говоря о вопросах семейного права, детский омбудсмен отметила рост обостряющихся конфликтов во время разводов. Правовая безграмотность родителей приводит к тому, что часто не решаются вопросы определения места жительства ребёнка во время разводов. Ещё одна проблема – социальное сиротство. Работа по подготовке к восстановлению в родительских правах проведена в 50 семьях. Здесь я бы отметила пассивность глав муниципальных образований в этом вопросе. Значит, дело в том, что, например, я приезжаю в населённый фунт, отрабатываю с определёнными семьями, готовлю уже практически родителей восстановление в родительских правах. Но поскольку семья не получает должного сопровождения далее, то результат не достигается непосредственно в восстановлении в родительских правах семьи. Римма Галушина отмечает, в некоторых муниципалитетах и вовсе не владеют ситуацией о составе семей, которые проживают в их поселениях. Для усиления этой работы на уровне муниципальных администраций по поручению главы региона должны быть созданы специальные комиссии. Но появились они далеко не везде. В аутсайдерах – Пёшский, Великовисочный, Шоинский и Андикский сельсоветы. Не владеют информацией по количеству родителей, лишённых родительских прав, а, соответственно, они и не ведут работу с этой категорией. Это Пёшский, Шарский, Великовисочный, Андикский, Динамика по детям-сиротам в регионе положительная. На сегодняшний день в базе данных числится 321 ребёнок-сирота. Из них 74 человека находятся в учреждениях, остальные – в замещающих семьях. Безусловно, всё, что связано с темой сиротства. Есть у нас проблемы по предоставлению их квартир детям-сиротам. На этот год у нас есть определённые планы. Я надеюсь, что мировая конъюнктура не подведёт, у нас не будет резких провалов по доходной части, хотя сложный бюджет в этом году у нас принят. Тем не менее, если мы планы задуманные сможем реализовать, то мы частично эту проблему, конечно же, решим. Ну и, безусловно, отношение к детям-сиротам по нашим учреждениям должно быть совершенно особо. Ну и то, что мы с вами говорили, надо посмотреть, на каком уровне выработать меры общественного порицания к семьям, к родителям, которые не занимаются воспитанием своих детей. Кроме того, глава региона обратил внимание детского омбудсмена на необходимость мониторинга предоставления услуг в учреждениях дополнительного образования в условиях софинансирования. Еще одно поручение касается мониторинга качества и доступности питания в образовательных учреждениях региона. Мария Владимирова, Вадим Новский, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова